Здравствуйте! Вы смотрите Актуальное интервью. Сегодня мы говорим с народным депутатом Украины, председателем областной организации партии регионов Сергеем Кальцевым. Кальцев Сергей Федорович родился в 1960 году в городе Бердянске. После окончания машиностроительного техникума 9 лет работал на бердянских производственных предприятиях. Окончил Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения по специальности инженер-механик, а также высшую школу корпоративного управления при Московской академии народного хозяйства. Занимался бизнесом, был избран депутатом Верховного Совета Украины 5-го созыва по списку партии регионов. В 2010 году стал депутатом Запорожского областного совета. В данный момент народный депутат Украины нынешнего созыва. Большое внимание уделяет помощи учреждениям образования, здравоохранения, ветеранским организациям, поддерживает талантливую молодежь, помогает Украинской православной церкви. Многолетняя благотворительная деятельность Сергея Кальцева, вклад в экономику Украины неоднократно отмечены государственными и церковными наградами. Здравствуйте, Сергей Федорович. Добрый день, Свет. Очередная парламентская неделя принесла массу сюрпризов, распалась коалиция. Что дальше? Все-таки перевыборы? 24 июля фракции «Удар», «Свобода» объявили о выходе из коалиции. Позже к ним присоединилась группа за экономичный розвиток. Ну и с этого момента начался отчет в варианте «А» к новым перевыборам, в варианте «Б» к формированию новой коалиции. Есть запрос общества на перевыборы. Это объективно более 70% жителей Украины поддерживают перевыборы, и депутаты не могут к этому не прислушаться. Но есть и объективные реальности. Что сегодня происходит? ВОСТА, война на Юго-Востоке. С другой стороны, депутаты правовластного большинства этих фракций открывают второй фронт в Верховной Раде. Ситуация только усугубляется. С моей точки зрения, должна быть закончена АТО, в стране должен остаться мир порядок, и потом уже перевыборы. Но у них свои планы, они хотят на пике доверия избирателей, которые их поддерживают, провести перевыборы в Верховную Раду и кардинально переформатировать состав парламента. Яценюк заявил об отставке, вы видите, премьер-министр. Я думаю, что это было не просто эмоциональное решение, а в принципе взвешенное, более чем взвешенное решение. Ведь те проблемы, которые за пять месяцев есть в стране, которые были нажиты непосильным трудом, это в том числе и доля его ответственности, и, соответственно, правительство, которое он возглавляет. Поэтому проще всего хлопнуть дверью, уйти, а вы разбирайтесь как можете. То есть вы считаете, что это он хотел таким образом себя снять? Я думаю, что это продуманный ход. Если депутаты правовластного большинства не проголосовали за поддержку законов, направленных на поддержку войны, то у него есть полное право уйти для всех остальных, скажем так, в оппозицию, заняться формированием своей фракции, своей партии или какого-то другого политического проекта, кому-то присоединиться, и потом со спокойной совестью, в кавычках, идти на перевыборы. Ваше личное мнение, сегодня такие изменения в стране, они нужны? Готова ли партия регионов к таким событиям? И вы лично? С моей точки зрения, проводить перевыборы, когда у нас сложнейшие проблемы в экономике, как следствие в социальной сфере, в политике, война на его востоке, проводить перевыборы сегодня вверх цинизма, это моя личная точка зрения. Первое, что нужно сделать, прекратить войну на востоке, остановить кровопролитие. Дальше, принять меры, срочнейшие меры, по стабилизации экономики. После этого провести конституционную реформу, соответственно, запустить процесс децентрализации власти. И после этого четко определиться с системой выборов, проголосовав в парламенте, если нужно эту систему менять. И уже только после этого честно и легитимно проводить выборы по всей стране. С учетом интересов жителей, мнения жителей Донецкой, Луганской области. И под большим вопросом Крым. Там нужно сделать выездные комиссии, выездные участки. И каждый житель Крыма, который считает себя украинцем, может, обязан иметь право приехать и проголосовать в Украине. Есть еще одна составляющая. В условиях, когда идет война, когда заморожены пенсии, зарплаты, когда поднимаются тарифы, когда людям, которым, нашим пенсионерам, и так не за что жить. В этот период правительство, новая власть, находит 1 миллиард гривен на проведение перевыборов. То есть на этот день они каким-то образом находятся. Ну, они сегодня в большинстве, они принимают такие решения. А ваши прогнозы? К чему это все может сегодня привести? Что-то положительное на стопе в политике, в экономике? С учетом того, что у нас более чем сложные сегодня отношения с Россией, мы теряем российские рынки, и то, что мы приобретаем в Европе, это на порядок меньше, это статистика практически. У нас возникает ситуация, коллапс в экономике. Соответственно, последствия в социальной сфере. Еще сегодня никто реально не посчитал последствия этой войны, которая сегодня проводится в Донецкой и Луганской области. Там убытки на миллиарды долларов. Ну, с моей точки зрения, как экономист, я могу просто, это мое субъективное мнение, сказать, там 5-8 миллиардов долларов. Но последствия будут намного хуже. Сегодня разрушается экономика Донбасса. Мирнут, гибнут мирные жители. Гибнут солдаты украинской армии. Гибнут ополченцы с той стороны. Я говорю сейчас о жителях Донбасса. Мне абсолютно не жалко террористов и боевиков. Они пришли сюда воевать за деньги. У них совершенно другие цели, задачи. Но в первую очередь гибнут украинцы. Это нужно в срочнейшем порядке остановить. Но последствия войны, это еще десятки миллиардов долларов на восстановление Донбасса. Сегодня это никто не учитывает. То что такое остановка коксохимического завода? Авдецский коксохимический завод был под вопросом закрыт. Что такое остановить коксохимический завод? Это миллиарды прямых убытков по заводу. Но есть цепочка, шахта, которая добывает уголь. Есть обогатительная фабрика, которая его обогащает. Есть коксохим, который делает кокс. Это является одним из десятков видов сырья, поставляемых на медкомбинат, который производит продукцию. Если выпадает одно звено, нарушается работа по всей цепочке. А это десятки и тысячи рабочих мест. Это недопоступление налогов в бюджет. Это целая цепочка. Это пенсии, которые пенсионеры недополучат. Просто сегодняшняя власть не считает эти последствия. Все мировое сообщество говорит о том, что садитесь за стол переговоров и пытайтесь искать компромисс. Ведь это заявление не только оппозиционных партий, партий регионов. Об этом Меркель говорит, Олан говорит. Все мировое сообщество. Война, которая развязывается в Украине, она может вообще сполохнуть и часть Европы и Азии. Это может быть зародышем вообще мирового конфликта. Сергей Федорович, заметно поредили ряды народных избранников, которые дисциплинированно посещают заседания парламента. И вот уже неоднократно и председатель Верховной Рады, и общественники замечали, что может стоит ввести какие-то штрафные санкции. Но вплоть до лишения мандата тех, кто много месяцев не посещает заседания Верховной Рады. На ваш взгляд, с чем связано такое вот халатное отношение к своим обязанностям, я бы сказала, народных избранников? И как вы сами относитесь к такому порядку строгому? За непосещение заседаний депутатов лишают зарплаты. Я с этим полностью согласен. Я понимаю, что депутат обязан быть на заседаниях Верховной Рады. Но есть и другая ситуация. Сегодня в стране, когда полностью поменялась власть, и депутаты правовластных фракций находятся в состоянии эйфории, они абсолютно не учитывают мнение меньшинства. Это серьезная проблема. Начиная от того, что не рассматривается законопроект. Вот я внес за год и 7 месяцев 35 законодательных инициатив. 35 законопроектов. Подавляющее большинство из них даже не внесены в повестку дня сессии. Заканчивая тем, что мнение оппозиционных депутатов не учитывают, не дают возможность выступить. Кого-то выгоняют из зала. Недавно выгнали целую фракцию Компартии Украина. И тогда мы проявляем свою позицию, когда просто выходим всей фракцией. Я по себе скажу, я за себя отчитаюсь. У меня 154 заседания, которые я посетил. На 13 заседаний не было. Из них 10 заседаний. Это позиция фракции. Когда мы уходили из зала Верховной Рады, обязаны были таким образом выразить свой протест. У нас не оставалось никаких других возможностей. И три заседания. Это моя работа в кабине и в администрации президента, где я обязан был находиться по вопросам, касающимся моего округа. Есть депутаты, которые действительно очень много пропустили заседаний и не ходят. Я думаю, что в отношении депутатов должны быть введены более жесткие меры. Плоть до лишения мандата. Я с этим тоже согласен. Если тебя избрали в Раду, у тебя должно быть главное первое чувство ответственности. От ответственности все начинается. Ты обязан работать и ты обязан отчитываться. Это ключевая вещь. Депутат должен быть не открыться со всех сторон, должен работать его сайт. На сайте должна быть программа. На сайте должно быть исполнение программы. И тогда каждый житель округа в любую секунду может зайти в интернет, на сайт и смотреть, чем занимается его депутат. Как он выполняет свою программу. И программа должна быть не на одну страничку, а по всем социальным вопросам, которые в процессе округа, в процессе проведения встреч в период избирательной кампании, задают ему жителей округа. Тогда депутат будет ответственен. И посещать. А если люди, скажем так, используют депутатский мандат, как средство достижения своих личных целей, то так он и работает. И вы задали более чем объективный вопрос. Совсем недавно президент внес на рассмотрение парламента проект новой конституции. Ну и вы уже неоднократно говорили, что нужны изменения в основной закон. Как сейчас оцениваете этот документ, этот проект? Учтены ли пожелания вашей политической силы? Изменения категорически нужны. Потому что в определенной степени этот законопроект направлен на централизацию власти, а не на децентрализацию. С чем мы согласны? Первое. Изменения базы налогообложения в сторону местных бюджетов. Категорически поддерживаем. Но при этом надо четко понимать одну простую вещь. Есть полномочия регионов, да? И, соответственно, они должны быть подкреплены финансово. При этом мы предлагаем нести норму конституционную. Более 300 депутатов должны проголосовать. Что если меняются финансовые, скажем так, возможности регионов, уменьшаются или увеличиваются, то это должно быть закреплено отдельной нормой. Но все эти изменения нужно провести 300 депутатами и через бюджетный кодекс, и через налоговый кодекс. Чтобы не было желания у той или иной власти, кто бы не был у власти, менять отношения между центрами и регионами. Мы против некоторых вещей, которые есть в законопроекте сегодня. Русский язык. Надо раз и навсегда закончить эту тему. С нашей точки зрения русский язык должен быть вторым государственным. Более 50% жителей области поддерживают этот русский язык. Самым худшим варианте это может быть русский язык как второй региональный язык с полным статусом. Более 70% жителей Запорожской области по нашим социсследованиям поддерживают именно такой статус русского языка. Но нельзя не учитывать мнение 30-40% населения Украины. Более того, в каждой области своя специфика. В Одессе, в Закарпатье, в Ивано-Франковской области. Там есть представители национальности, которые компактно проживают. И каждый областной совет имеет право и обязан, если этот вопрос стоит в войске дня, принять постановление о статусе своих региональных языков. Выборность председателя облсовета. С учетом того, что ликвидируются администрации, а у нас мэры городов, кто поселковой головой избирается, может быть есть смысл и председателю областного совета, который будет сегодня из-за себя родного, из-за губернатора, с огромными полномочиями, которые будут формировать исполком. Может быть есть смысл и ему избираться народом, не депутатами областного совета. А всеми жителями области. То есть это прямое волеизъявление. Это тоже большой вопрос, который у нас вызывает разногласия. Что еще? Представители президента на местах. Им даются функции надзора, контроля, право приостанавливать или останавливать действия органов, в части решений через сессии советов, органов местного самоуправления. Это тоже серьезные вещи. Ликвидируются администрации, даются право представителям президента. Это неправильно. Если он представитель президента, он должен смотреть за всем. А если возникают какие-то вещи, пожалуйста, обращайся в суд. И суд имеет право приостановить действия того или другого акта, который принимается на сессиях органов местного самоуправления. Но у него сегодня по конституции, по этому законопроекту право приостановить, а потом разбираться. То есть это неправильно. Есть и другие вещи, просто это вопрос, скажем так, отдельной передачи. Несмотря на все эти сложности, которые сегодня происходят в стране, вы и назвали цифру очень существенную, вы ведете очень активную законотворческую деятельность. На чем сегодня акцентируете свое внимание? Второй месяц я работаю, как пример привяжу, с организацией «Правды в окраина». Люди организовались по всей стране. У нас в Запорожской области представляет ее Юрий Шевченко. Это общественники? Да, общественники. В части защиты заемщиков банков. Более чем серьезная тема. Мы видим регулярно демонстрации по всей стране, под стенами Верховной Рады. Там уже и столкновения были, и избиения, только единственное, что они стреляли, не дай бог. Ко мне обратились ребята. Я внес два законопроекта. Первый законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно защиты прав заемщиков. Он касается налогообложения. Что здесь происходит? Если банк договорился с заемщиком, и заемщику обращается часть кредита или весь кредит, то в данной ситуации, по сегодняшнему кодексу, вот эта прощенная часть кредита налогооблагается, и он обязан платить налоги в бюджет. Но мы понимаем, что заемщики сегодня находятся в той ситуации, когда им не то, что платить, не за что рассчитываться, ни по процентам, ни по телу кредита. Поэтому есть предложение не учитывать прощенные долги в части налогообложения. Второй законопроект не менее серьезный. 49.71 о внесении изменений в закон Украины на защите прав потребителей относительно передачи кредитодателям своих прав по договору о предоставлении потребительского кредита. Что сегодня происходит? Банки, практически все банки, имеют свои коллекторские конторы. А коллекторские организации работают очень жестко. Не так, как банки. И не всегда в правом поле. И мы видим пресс с их стороны в отношении заемщиков. И мы уже видели вообще случаи, когда люди заканчивали жизнь самоубийством. То есть законопроект направлен на то, чтобы существенно уменьшить влияние коллекторских контор. Усложнить их деятельность. И сделать таким образом, чтобы они не общались вообще с заемщиками. Чтобы это им стало неинтересно. Но два важнейших законопроекта депутатами провластных фракций не вносятся в повестку дня. А наших голосов нести этих законопроектов не хватает. Есть законопроект, который мы проголосовали, депутаты, все вместе в первом чтении. В объединении со владельцами многоквартирного дома. Он существенно упрощает отношения между руководством СМД и простыми жильцами СМД. Направлено на упрощение ведения их деятельности. Есть законопроекты социальной направленности, экономической направленности. У нас вообще по умолчанию раньше было, в вторник-четверг голосуют представители законы за представителей партии власти. Там среда-пятница за представителей оппозиционных партий. Сегодня эта система нарушена. Сегодня все дни голосуются законопроекты представителей в основном на 90% партии власти. Оппозиция сегодня не имеет этого права для того, чтобы носить свои законопроекты. Еще раз говорю, 35 законопроектов за 1 год и 7 месяцев и единицы из них рассмотрены. Евгений Григорьевич Карташов в своем интервью у нас совсем недавно заметил, что при его личной беседе с представителями финансового нашего министерства очень как-то неодобрительно сейчас относятся к функции вот этой децентрализации, о чем вы сказали, налоги на места. То есть они пока даже не готовы переводить свою работу на эту схему. То есть невыгодно это самому государству или сегодня государство ищет пути, чтобы урезать как-то снова такие местные советы? Это невыгодно тем чиновникам, которые сегодня находятся в власти, потому что их точка зрения определяется местом сидения. Если бы еще в апреле были бы приняты законопроекты, которые касаются децентрализации власти, о чем говорят все подряд, но решающее слово за представителями провластных фракций партии «Удар», «Свобода», «Батьковщина» и их сателлиты. Если бы все это было бы сделано в апреле месяце, я уверен в том, что сегодня такой войны на Донбассе бы не было. Ни в Донецкой, ни в Луганской области. Но говорить одно, а делать другое. Поэтому сегодня, с моей точки зрения, ничего до сих пор не сделано, чтобы децентрализовать эту власть. То есть заявление и реальное действие – это далеко не одно и то же. К сожалению. Вы же депутат-мажоритарщик от Запорожья, курируете у нас Ленинский район, Заводский. Проблем же много. Это такие районы в Запорожье, где живут и заводчане, и вообще очень много семейных людей. Какие проблемы удалось решить? У нас наиболее плодотворным в нашей работе, коллективной работе, я работаю с депутатами городского совета по Ленинскому и Заводскому району, был 2013 год. Нам удалось, что мне удалось? Как депутату-мажоритарщику мне удалось привлечь субвенцию государственную. 3 миллиона гривен. Из них 250 тысяч гривен пошли на реконструкцию областной филармонии Ленинский район. 250 тысяч гривен на реконструкцию противотуберкулезного диспансера Заводский район. 1 миллион 170 тысяч в Ленинский район на реконструкцию здания по адресу Таганской, 8. Это под социальный отель для детей из Сира. 1 миллион 340 тысяч гривен на компенсацию льготного проезда отдельных категорий граждан в городском электротранспорте. То, что касается благоустройства. Мы закончили в том году реконструкцию парка ДК Заводский. Мы имеем парк европейского уровня. Сегодня профинансированы работы по реконструкции перехода через балку Маркусов. Более 220 тысяч гривен выделены на проект. Я думаю, что в этом году мы должны начать, в следующем, закончить этот проект. В следующем случае у меня есть эта уверенность. То, что касается детей. За 2 года мы установили 50 детских площадок в Ленинском Заводском районе. В том числе по 2 спортивных площадки. 50, в том числе 46 детских и 4 спортивных. В моей программе установка за 5 лет 100 детских площадок. То есть идем с опережением графика. Дальше. По медицине. За счет средств депутатских фондов, городского совета, за счет моих средств. Средств материальной помощи, которые я использовал. Что мы купили? Операционный стол для травмологического отделения в 9 больницу. 7 специализированных кроватей для реанимационного отделения. 8 специализированных кроватей для пациентов травматологического отделения. Для центральной районной больницы мы смогли приобрести около 2 миллионов гривен рентгенаппарат. До этого аппарат приобретался в Заводскую больницу 35 лет тому назад. Дефибриллятор, электрокардиограф, центрифога. Выделены средства на ремонт, замену оборудования в кабинете первичного осмотра детской поликлиники ЦРБ-4. На приобретение оборудования больничной палаты в отделении эндокринологии. В 6 больницу за счет средств материальных купил электрокардиограф, центрифога. Спектр фотометра средства депутатов Иванова Ткачевой в Ленинском районе Иванова Андрея. Для городской больницы в 9 в этом году приобрели 7 специализированных кроватей. Работаем совместно с благотворительным фондом ветераны Чернобыля. Отдельная благодарность Коваленко, председателю фонда. И работаем с городской организацией ветераны Чернобыля, Чернобыля Билан. Поставляем гуманитарную помощь, расходные материалы для больниц. Помогаем точно так же армии нашей украинской. То, что касается школ. Приобрели 6 классов в Заводском районе. Это компьютерные классы? Осталось одна школа. Компьютерные классы, да. 47-я осталась. Я помню, есть мое обещание. Но сегодня мы даже не можем депутатские средства использовать с депутатского фонда. Газкосночейство тормозит. Вот в этом году мы обязаны выполнить, а я не понимаю пока как, нет механизма. В Ленинском районе 4 класса обновили, еще в 7 классов докупали компьютерных, новое оборудование. Открыли 4 факультатива СПАСа в Ленинском районе, 2 в Заводском районе. Вообще, пользуясь случаем, приглашаю наших детей, девчонок и ребят обучаться СПАСу. Потому что СПАС это не только боевое искусство. СПАС занимается комплексным развитием, становлением личности молодого человека. Это история Украины. Это история и культура. Это история казачества. Мы открыли в том году воскресную церковно-приходскую школу. Она маленькая, небольшая, но 40-50 деток имеют возможность по выходным дням, или не только выходным, там обучаться. Если очень коротко, могу сказать следующее. Как должен работать народный депутат? Есть избирательная кампания, где он собирает заявки жителей округа. Дальше после этого составляется программа, а дальше контроль. Каким образом можно считать контроль? Очень просто. Депутат, с моей точки зрения, обязан на своем личном сайте эту программу засветить на все 200%. И дальше 5 лет отчитываться на ее исполнение. Я это делаю. Я это делаю, поэтому любой житель Ленинского, Заводского района имеет право зайти и посмотреть. Раз в две недели, в три я вношу изменения в свою программу в плане отчетности. Поэтому, если депутат работает, если он ответственный перед своими избирателями, если ему нечего скрывать, то он работает со своими избирателями в режиме онлайн. Все 5 лет подряд. Секунда в секунду. И его деятельность видна там, где он отчитывается. Но, кроме этого, возникает и масса других вопросов, которые не учтены в программе. Начиная от приемов избирателей, которые мы обязаны проводить каждый месяц, и я их провожу. Заканчивая многими другими вопросами. Начиная от ремонта стояков, когда местная власть не в состоянии это сделать, тогда депутат достает палку и просит помочь. И надо отдать должное, вопрос решается. Но власть не делает, не потому что она не хочет. К сожалению, возможности ограничены сегодня. И заканчиваем многими другими вопросами. Сергей Федорович, еще интересно, вы назвали такой большой список всего, что сделано. Но, тем не менее, говорят сейчас, что в связи с военными действиями, многие процессы в стране просто останавливаются. Медицина, образование недофинансируются. И все аргументируют это тем, что нет средств. Война, все на войну. Как по-вашему, что будет через год, если мы будем жить в таком состоянии? Если мы будем жить в таком состоянии, в состоянии войны ровно год, я думаю, что Украины вообще как государство может не быть. Скажите мне, сколько человек может прожить без зарплаты? Я вам скажу. От месяца до двух. После этого он выходит на улицы, и все начинается с акций протеста. Потом берут дубину или автомат. И начинает совершаться очень серьезное действие. Поэтому я думаю, что сегодняшней власти нужно как можно быстрее эту войну закончить. Но вы не можете сказать, что ваши общественные приемные, скажем, прекратили на какой-то период свою работу в связи с военным конфликтом. Продолжайте же принимать? Мои приемные работают и будут работать весь период каденции. Есть мое обещание перед избирателями, кстати, о приемных. В том году мы приняли мною и моими общественными приемными более 1670 человек. В этом году уже за неполных 7 месяцев более 1170 человек. Из них там более 650 приемными в Ленинском и в Заводском районе. Приемные работают для жителей Ленинского и Заводского района, для жителей Запорожья, которые работают в Ленинском и Заводском районе. Я дал команду принимать без исключения всех жителей Донецкой и Луганской области в плане оказания правовой, юридической помощи. Возможно, чем-то персонально сможем отдельно помогать людям. Поэтому мои приемные работают. Но я, как бы вы задали хороший вопрос, никто сегодня не оценивает последствия войны. Вот в чем проблема. Они будут для нас просто катастрофическими. И никто нам деньги так просто не даст. МВФ, да, он дает кредит с процентами. Его надо так или иначе возвращать. Я думаю, что если сегодня остановить войну, дай бог, минимум 3-5-7 лет Донбасс будет от этих последствий еще восстанавливаться. Это если сегодня. Что будет через месяц, через два, я не понимаю. Что ожидает Запорожцам сегодня? Есть у вас какие-то напутствия, положительные какие-то прогнозы? Как будет развиваться ситуация в Запорожье? Дай бог, чтобы нам удалось как можно быстрее закончить войну. Но я понимаю одну простую вещь. Там, где была война, там, где не решены вопросы, там, где побеждает одна из сторон, и там, где люди не умеют договариваться, там рано или поздно возникают последствия. И мне бы очень не хотелось, чтобы на Украине был второй Ольстер. Надо дать должное. У нас очень эффективно работает служба СБУ, МВД. Я снимаю шляпу, я реально об этом говорю. Потому что они достаточно много и большое количество терактов предотвратили. Один из самых первых терактов должны были быть 9 мая, когда должна была взорваться взрывчатка в урнах, а вообще могла десятки людей покалечить и убить. Там была арестована группа, там, от 8 до 11 человек с автоматами, с оружием полностью, полностью экипировано. Поэтому и пользуясь случаями, я говорю, и прошу жителей Запорожской области по всем случаям, которые возникают, обращаться в наши правоохранительные органы. Это наша святая обязанность каждого жителя, не только Запорожской области, но и Украины. Будем надеяться на лучшее. Спасибо вам, Сергей Федорович, за это интервью. Спасибо, Светлана. Всем напоминаю, что вы смотрели актуальное интервью. Сегодня мы говорили с народным депутатом Украины Сергеем Кальцевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова